телевизор philips плохо включается вроде бы есть дежурный режим пульт давно не включают включали кнопочкой в конце концов кнопочка тоже уже не рабочая но можно включить правой кнопочкой увидели до светодиод промаргивает экран не засвечивается и опять будто бы становится в дежурный режим давайте еще раз попробуем притух да то есть он не переходит из дежурного режима в рабочий режим но раньше переходил все это опять же больше говорит мне сказали что эта кнопка наверное неисправна значит все это похоже на электролитические конденсаторы открываю и модель сейчас посмотрим старый древний philips сделанный в польше шасси l9.2e a a made in poland 21 pt 1664 дробь 58s вот такие долго играющие телевизор и philips открываю пока ищут пылесос я вам показываю состояние старичков которые может быть ни разу и не ремонтировались эти телевизоры за столько лет представляете что таких надежных телевизоров уже не бывает просто в природе даже и вот опять же работе телевизора вот это долговременная пыль совсем и не мешало и не надо вычищать там прямо до хирургической частоты понятно кто не верит на процессоре на процессоре 1998 год то есть не раньше 98 года сделан тдкс 1142 . 50 93 д вот это его маркировочка потом вот здесь вот наклеечка такая 27 02 2002 наверное вот такая дополнительная информация настоящий кинескопный philips хорошего качества одна кнопка действительно выломана очень часто пользовались такое состояние не ремонтированного телевизора все красивое и родное из чего начинать начинать с осмотра платы с той стороны естественно осмотра сверху ну вот кто там любит находить пухлые конденсаторы нет пухлых конденсаторов как вы будете искать неисправные а скорее всего и статистика об этом говорит что проблема в конденсаторах вот для этого и есть прибор я сер измеритель мастер-кит не выпаивая из хват и не разряжая конденсаторов очень удобно быстро пробежаться и понять в чем же проблема в телевизоре они сидеть тут их выпаивать по одному разряжать ставить в м тестер вы понимаете либо потом разряжать потом пробовать потом опять все разряжать с мастер-китом это не требуется ну и какие больше всего стареют конденсаторы стареют по питанию строчной развертки два конденсатора через дроссель вот их даже и без прибора надо проверять или менять на новые но у филипсов бывает что стареют и маленькие вот конденсаторы не только большие но и маленькие тоже сейчас мастер-кит без вариантов из вариантов буду проверять сейчас посмотрим на ту сторону платы скажу точно пропаивался т.д.к.с. что-то уже такое здесь было или завода ваше мнение мне кажется пропаивался хотя остатки вот канифоли такой заводской на ключе срочной развертки вот на этом контактике смотрите сами то есть вы должны уметь отличать оставленные следы кем-то и следы заводские вот как здесь искать столько smd элементов столько мелких дорожек а вот с ними никогда ничего там не бывает это разве что если гроза погуляла в телевизоре да вот здесь будут проблемы так обычно это все надежная сторона платы а проблемы это блок питания строчная развертка кадровая развертка и все что с этими цепями связано а сюда мы даже и не заглядываем никогда я его достал а он мокрый то же самое касается тестера т.л. 4 м так часто бывало зима машина все это лежит у меня в машине машина застывает я прихожу на ремонт достаю и мне нужны рабочие приборы сразу и тестер и мастер-кит и вот они не боятся опять же этих контрастов температуры ну что что вспотел вплоть до того что на батарею его положите и пусть он нагреется немножко и пользуйся пожалуйста ищи причину вот так устанавливаю вам по дополнительно мне просвещает до вату и где вижу электролит вижу ножки электролита даже номинал мне не нужно заглядывать так в общем то потом я по прибору сразу увижу неисправен он или нет а то как начинают там разводить нужно прибор в котором есть и размеряется там до 100 до 1000 но это же бред ребята нужен вот такой вот пробник и все многократно доказано и проверено как пример показываю есть реакция получается полтора ома исправен дальше появился менялся видно по пайке прислоняюсь никакой реакции так вот это может быть и все стоит конечно пробежаться дальше уже диагностика сделано с помощью прибора который там некоторым даже надоел говорят в каждом ролике зачем да потому что это прибор номер один при ремонте вот таких вот телевизоров и усилителей и магнитофонов кто не понимает не стоит серчать вот этот конденсатор который в диапазоне 1 к 10 ничего не показал то есть больше 3 ом переключил шкафу проверяю но это лишнее тело движение это для вас 20 ом понятно конденсатор подлежит замене вот этот вот менять не нужно еще один конденсатор по питанию кадровые развертки диод с тдкс а 10 ом друзья 10 ом это очень много для конденсатора 470 микрофарад вольт добавочка вот рядом нормальная нормальная там получается 0 5 ома для 100 микрофарад это нормальный esr то есть вот как бы два конденсатора сейчас меняю и будем пробовать рубиконы сохнут со временем 470 микрофарад 25 вольт а у меня и нету с собой поставлю 1000 на 35 сам сон сэмксон и 47 на 160 вместо 33 на 160 а вот этот менялся и он уже по второму кругу выходит из строя чуть побольше емкость устанавливаю мне тогда же показалось что дежурный режим такой яркий хороший так без пульта просто нажимаем кнопочку вот эту вот да давайте эту ну вроде как изображение сейчас там должно появиться сейчас посмотрим до экран светится экран светится так а пультик пульт вот такой это уже аналог выключил так включить включил так что пульт работает зачем на кнопочки нажимать уже не нужно будет пульт работает да у нас же есть тоже и другой пульта мы что отказались от воли месяц назад они все дороже дороже да 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 будем смотреть то что пока нам хватает и целу да вот хорошо мне телефон разрядился и зарядку нашлись тип си выходом отличный тоже быстро заряжает и я продолжаю съемку если бы не зарядка уже в я съемку сейчас закончил бы значит что ну в очередной раз телевизор побежден с помощью вот этой вот коробочки кто хочет заказывайте такая вот реклама вот не навязчивая кто не хочет делайте сами но то что прибор реально позволяет ускориться отсечь какие-то версии сразу и найти неисправность я даже не доставал свой тл4м он у меня есть вот он вот он сумки лежит смотрите вот он там так и лежит я не доставал хорошо сейчас я плату установлю на место включу посмотрим изображение замена замена и без всякой схемы и без всякой теории и телевизор работает особенно метод хорош для тех кто не очень хорошо разбирается в схемотехнике и вообще в каких-то тонкостях работы телевизора имея мастер-кит можно найти очень много неисправностей в телевизорах рекомендую приклеил кнопочку на место захотят пользоваться с передней панели будут пользоваться методы могут быть разные можете клеящим пистолетом можете разогретым паяльником можете клеем c акрилатным кто как приспособился включаю аналоговое кабельное телевидение так но это эффект камеры сейчас я подберу частоту и посмотрим по другому я вижу нормальное изображение ух как камера искажает ребята все сейчас я поправлю ну вот в этом режиме профессиональная съемка видите как хорошо нормально работает телевизор ну вот в этом режиме ну вот в этом режиме ну вот в этом режиме Субтитры сделал DimaTorzok 28 февраля 2024 года Есть еще Т2 и вот аналоговая Нормальный телевизор и можно еще смотреть